Самый популярный вопрос последних дней. А ты привился? Ковидные ограничения, введенные в Москве и ряде российских регионов до Саратова, пока не добрались, но подтолкнули горожан встать в очередь за своей дозой вакцины. В регионе еще пускают в кафе без QR-кодов, но работу заведения общепита снова ограничили. К примеру, фудкорты в торговых центрах теперь обслуживают клиентов только в формате на вынос. Кроме того, в области приостановили проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и других предприятиях общепита. Что же касается других сфер жизнедеятельности, их локдаун пока не коснулся. Неужели на том же футболкорте он более опасен, допустим, чем общественный транспорт переполненный? Здесь степень опасности или не опасности трудно расценивать. Мы исходим из той эпидемиологической ситуации, которая существует на сегодняшний день при введении ограничительных мероприятий. И здесь руководствуемся принципами этапности и большой осторожности. Потому что при эпидемиологических расследованиях, которые проводятся управлением Роспотребнадзора, ряд граждан связывали место своего инфицирования именно торговые центры, фудкорты. С другой стороны, конечно, нельзя, наверное, сейчас в современных условиях предположить какие-то более жесткие ограничения в отношении транспорта. То есть мы не можем исключить данную структуру из жизнедеятельности. Соответственно, это приведет к определенному дисбалансу вообще жизнедеятельности всего большого города, так и маленького города. Число тех, кто наконец решился на вакцинирование, на этой неделе резко возросло. Ажиотаж даже привел к дефициту. Из многих прививочных пунктов исчез первый компонент вакцины. Мы в свою поликлинику пришли, нам сказали, что вакцины нет. Я знаю, что здесь я видела. Пришли сюда. Вторая есть, первая пока нет. Говорят, ждут. Сейчас врач придет, скажет. Я не хочу болеть. Мы уже болели в октябре с мужем. Очень тяжело. Мы больше не хотим. Мы должны огородить, прежде всего, своих родственников, своих родных. И должны как-то создать иммунитет у популяции все-таки. И поэтому вот я здесь. Я ответственный гражданин. В соседнем торговом центре вакцины есть. И очередь к ней тоже имеется. Скоро всех заставят. И решил превентивно привиться. Пока, во-первых, пока оксида не кончилась, пока она не платная, бесплатная. И пока очереди, хотя и большие, но приемлемые. Спасибо. Скажите, почему так важно в жене? Чтобы избежать осложнений, тяжелых форм заболевания, потому что заболеваемость растет. И мы видим достаточно тяжелые формы и у молодых. Рост заболеваемости вновь потребовал создание дополнительных ковидных мест в саратовских больницах. Они постепенно заполняются, но резерв у региона есть, говорит глава областного минздрава Олег Костин. Вакцинация – один из действенных способов снизить приток больных и, как следствие, уменьшить нагрузку на медиков, которые больше года работают в условиях пандемии. Кстати, именно медработники сегодня – наиболее активные сторонники прививок. У нас в иммунитет коллективный больше 80% среди медицинских работников. Заболеваемость упала в разы. В разы упала заболеваемость. Для этого у нас то один, то второй болеет главный врач. Мы потеряли 42 коллеги своих. 42 унесла жизнь наших врачей. За последний год, практически полгода, ни одного. Потому что начали применять вакцину. Но меня это плохо слышат. Плохо слышат. И еще надо понимать тем, кто нигилисты, которые кричат «ставьте нас, не трогайте, мы имеем право на жизнь». Да, имейте, но помните только одно. Тот, кто привился, он взял на себя нагрузку за вас, за вашу жизнь и дарит вам ее. Потому что он собой защищает вас. А вы не хотите это дать своим родителям, своим знакомым, соседям и своим детям. Оставайтесь в стороне, но помните, что вам дают эту жизнь. Удивительно, но из работников бюджетной сферы больше всего антипрививочников среди тех, кто связан со сферой образования. Вследствие проявления подобного ковид-нигилизма – закрытие летнего лагеря в Английском районе из-за вспышки коронавируса. Ни у кого из его сотрудников не было прививок. Родители хотели, чтобы их дети отдохнули. Учителя хотели, чтобы дети отдохнули в лагере. Не сумели, заболели. Сейчас дальше будут болеть, все лето будут болеть. Так и школу мы начнем сейчас. Кто у нас там против дистанционного обучения кричал? Так вот те, кто кричал, они сейчас против вакцины кричат. Ну вот, три маленьких коробочки, они могут это все изменить. Желание вернуться к докоронавирусной жизни есть у всех. При этом, по данным различных опросов, в России насчитывается примерно 30% антипрививочников. Кто-то из них не доверяет медицинским препаратам. Встречаются и такие, которые продолжают отрицать и сам ковид. Как вообще сами планируете, вакцинируете? Сейчас пока нет. Почему? Потому что никаких гарантий нет, что я инвалидом не стану после этой прививки. А жену вообще заставляют прививаться на работу. Не знаю, как-то в медучреждении, мне кажется, по существеннее, чем просто на улице. Это же просто прокол, а вдруг инфекция. Мало ли, всякое может быть. Вы сами вообще планируете? Думаю еще пока. Это дело добровольно, я считаю. А так пока не будет. Что должно произойти, чтобы вы вакцинировались? Ну, конечно, должно произойти, что когда все закроют, все дороги, все тогда только и то не знаю. На прямой линии с народом президент Владимир Путин в очередной раз сказал, что против вакцинации обязательны. При этом глава государства вспомнил закон 1998 года. Именно им руководствуются в тех регионах, где работодатели обязали привить не менее 60% своих сотрудников. Внезапно проснувшийся у саратовцев интерес к вакцинам пока позволяет власти не идти на крайние меры. На данный момент такое постановление пока на территории Саратовской области не вводилось. Но могу сказать, что, как и касаемо ограничительных мероприятий, все мероприятия, в том числе и по вакцинации, исходят из той эпидемиологической обстановки, которая существует. И также из тех темпов вакцинации, которые мы наблюдаем на сегодняшний момент. А я могу сказать, что они возросли. Соответственно, мы видим приверженность населения к вакцинации, понимание того, что вакцинация – это хорошее средство для профилактики и опасной инфекции. Средство, которое помогает защищать себя и своих близких. И в случае даже инфицирования помогает перенести заболевание в более легкой форме. Для создания иммунной прослойки в регионе планируют привить не менее 60% взрослого населения. Такого показателя в Роспотребнадзоре надеются достичь к сентябрю, до начала традиционной вакцинации по гриппу.